Как мы обычно идем к счастью? Как обычный человек идет к счастью? Он идет к счастью через какие-то материальные вещи, через обретение благ, богатств, через обретение славы, хорошей репутации. Человеку очень нравится, когда о нем говорят хорошие слова, он делает все возможные. Можно сказать, жизнь современного человека базируется на том, что он как можно больше хочет заработать, обрести славы, власти, и чтобы о нем очень хорошо говорили. Также этот человек избегает каких-то убытков финансовых, также этот человек избегает дурной репутации, чтобы о нем плохо не говорили, и переживает, когда репутация плохая, когда о нем говорят не очень хорошо. И точно так же стремится к удовольствиям и избегает неприятных вещей. Это ложный путь. Это путь, которым идет современный человек. Это путь, который человек выбрал для достижения счастья. Но он иллюзорный, он не приносит такого счастья, и за этим очень легко понаблюдать, живя в современном обществе, понаблюдать за своей жизнью в прошлом. Поэтому нам нужно понять, где это счастье находится. Находится оно, как всегда, внутри. Все об этом говорят, все там духовное течение. Нужно работать со своим умом, постоянно его тренировать, взращивать самые лучшие качества, избегать причин несчастья. Всего три основные причины у нас есть для несчастья. Это неведение, непонимание, как все устроено, иллюзорное восприятие себя, восприятие мира вокруг, понимание того, что «Ага, я вот Марат индивидуальный, а вот ты, Арина, ты сама по себе, между нами ничего общего». Так что мое счастье важнее, чем твое. Обычно так мы думаем, особенно если живем в больших городах. Вторая причина — это, можно сказать, привязанность к каким-то удовольствиям, когда мы ищем удовольствие определенных объектов. Это может быть физический объект, это может быть также человек. Вот, Арина, без тебя я не могу, ты моя любовь, не уходи, пожалуйста, без тебя моя жизнь будет никчемна. И если вот ты уйдешь, то я буду очень плакать, если ты придешь, ты будешь рядом, я буду очень счастлив. Такие привязанности тоже являются источником несчастья, их нужно избегать, отпускать с опорой на то, что все непостоянно в нашем мире. Все меняется. Марат сейчас сидит с тобой, разговаривает, он уже постарел за все время, сколько мы общаемся. Ты тоже постарела, еще ближе к смерти приблизились. Чай остыл этот, потому что мы его не пьем. Дыня, наверное, уже стала невкусной. Все меняется. А вначале мы думали, а какой вкусный чай, теплый, какая дыня сочная и так далее. И третья причина, которую нам тоже нужно избегать, понять, что это приводит к несчастью, это гнев. Как я уже говорил, чем меньше у нас гнева, чем меньше у нас агрессии, это опять же состояние ума, в котором мы хотим избегать чего-то. Этот человек является моим врагом, я не хочу, чтобы он был в моей жизни. Он является источником несчастья. Это опять же базируется на неведении, на ложном восприятии мира и себя. И когда мы устранили неведение, устранили гнев, устранили привязанности к объектам и научились жить без этого, заменили все противоядием, противодействием, гнев заменили на терпение, съездили в Индию, в путешествие, получились как можно терпеть. Привязанности заменили на понимание того, что все непостоянно, неведение заменили на мудрость, походили на какие-то… Приехали на йога-ретрит, послушали наши лекции, к примеру, почитали какие-то писания, понаблюдали за своим жизненным опытом, и все, жить стало уже гораздо счастливее. Это простой путь счастья. И нужно избегать этих материальных привязанностей к счастью, ну, то, что мы стремимся к удовольствиям, к богатству, к власти, к власти репутации. Это все ложное, это отпустить нужно. Тогда будет счастье. Ну, хоть чуть-чуть. Почувствовали, ага, настоящее счастье. Продолжаем работать. Продолжаем работать над взращиванием терпения, сострадания, любви. И результаты очень легко проследить. И это не просто слова, это проверяется. Не надо верить.